Громкий уголовный процесс завершен. Котласский городской суд приговорил Никиту Князькина, убившего трех молодых женщин к 11 годам колонии общего режима. Напомним, пьяный Князькин 15 ноября 2019 года за рулем своей Ауди при въезде в Котлас не справился с управлением. Вылетел навстречу и врезался в автомобиль Volkswagen. Стрелка спидометра его иномарки застыла на отметке 170 км в час. Он не оставил ни одного шанса выжить Датьяне Шохиной и ее подругам Юлии Бурлаковой и Анастасии Юрочевой. И вот, казалось бы, все подошло к логичному завершению. Фемида в этой истории раскрыла глаза. Приговор Котласского суда устоялся и в областном, где апелляцию Князькина оставили без удовлетворения. Но это, увы, пока не все. Князькин, который долго прикрывался своими больничными и не являлся на заседании, по-прежнему не считает себя виновным. От его адвокатов в суд поступила кассационная жалоба. Родственники погибших снова в шоке. А вы когда узнали? Месяц назад. 18 ноября, в день рождения сына. То есть, как бы мы сидели за столом и мне вот позвонил товарищ и сказал, Сергей, да, что мне пришло письмо, надо забрать. Посмотри, что там. Ну вот, и как бы забрал его, посмотрел, ознакомился. Но ничего на самом деле не увидел. То есть, что было в апелляционном, там пару срок, конечно, они дописали там своих этих возмущений. В целом, все как обычно, то есть, невиновный, все на доводах, на догадках, никаких фактов нет. То есть, сколько там, 4 тома, это все просто доводов, оказывается, для них. Вот. Все свидетели, которые присутствовали на заседаниях суда, это просто наугад пальцем в небо все тыкали. То есть, один он весь прав. И вот снова родным, которые как могут собирать себя в кучу и пытаются продолжать жить, нужно проходить через муки ада. Ждать, к чему, может привести рассмотрение кассации. Вы-то юристы сейчас не будете снова привлекать? Нет. Ну, наверное, думаю, что нет. И не то, что, наверное. В принципе, уже и время ограничено, и возможности, на самом деле, не особо. И смысла как такого мы не видим, потому что кассационный суд, это немножко другая инстанция, которая рассматривает все по-другому. И говорю, там бывает двояко, то есть, могут или-или, а там уже, ну, как судьба сыграет, скажем так, как бы не хотелось, конечно, чтобы что-то менялось в невыгодную, скажем, для нас сторону. То есть, хотелось бы, чтобы все-таки, ну, такие вещи наказывались по поступкам и достойно. Как бы и так-то срок кажется смешной, ну, хотя бы на такое, это слава богу. Ну, вы верите в справедливость кассационному суда? Да, вполне верю. Думаю, что, ну, опять же, надеюсь, что все эти усилия, которые были сделаны, это все будет не зря и не просто так. На адвокатов у Князькина деньги есть, а вот на исполнение решения суда нет. Он также должен выплатить материальную компенсацию каждой из семей погибших. Только Артуру Бурлакову 2 миллиона рублей, но не выплатил ни копейки. И даже расходы на адвоката Котлашанину пока никто не возместил, хотя растить ребенка при нынешних ценах и так нелегко. Вы работаете, у вас с нуля в садик ходит, да? Да, работаем. Ребенок уже в школу пошел в этом году, первый класс, да. Вот. Ну, как-то вот так. Жизнь все равно продолжается. Ну, тяжеловато, конечно, бывает периодически, потому что одному не разорваться. Вот. Но, тем не менее. Ну, родные помогают. Да, естественно. Возможности, конечно. Кстати, по нашим сведениям, Князькин отбывает наказание в колонии рядом с родной Ухтой. И тут много вопросов, нет ли там ему поблажек. Мнение родных погибших девушек не изменилось. Князькин заслуживает максимально сурового наказания и никакого пересмотра дела.